Хотите сначала вы, потом я? Давайте сначала вы. Сначала я, потом сюда, поближе. Я не кусаюсь. Уже доказано, уже все рядом стояли. Что же у вас спросить такого интересного? Вы у нас там в автосалоне, да, по-моему, работаете? Мы снимаем. Да. Слышно? Неважно уже. Да. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Алена, я знаю, что вы работаете в автосалоне. Расскажите, кем вы там работаете, чем вы занимаетесь? Работаю я администратором. Очень много у меня разных занятий. Я выписываю машины, я контролирую всех продавцов. Ну, очень интересно. И, в принципе, основная моя задача — быть красивой. Очень хорошо. Выписываете машину. Вот мне тоже нужна машинка. Выпишите? Обязательно. Когда приходить? Да хоть завтра. Главное, вы выберите, оплатите, а мы все выпишем. Ну, то есть мне еще и оплатить нужно. Я-то думала, можно прийти, выбрать. Алена мне выпишет все. А Алена говорит, оплатите, а потом будем выписывать. Ну, хорошо, это мне понятно. Расскажите, чем вы увлекаетесь помимо работы? Увлекаюсь я танцами. Даже не увлекаюсь, а, в принципе, занималась одно время профессионально. Бальными танцами занималась. А сейчас я больше увлекаюсь живописью, но рисую акварелью. Ну, в принципе, из основных, наверное, вот это и все. А так, может, что-то по хендмейду. Сейчас вот мне стало интересно программирование. Я начинаю немножко туда углубляться. То есть пока еще не нашла себя, вот знаете. Знаю. В каком языке программировать начинаете? Я начинаю с АЗОВ. HTML, ну, самое основное. Если будет нужна помощь в CAC++. Спасибо. Спасибо и вам. Все. Ну, давайте я с этой стороны. Да, вот, это все меняется. Прям, я не знаю, всю жизнь так подумаю. Тем более с левой руки как-то даже неудобно. Да, давайте сейчас еду. Все, начинаем, да? От меня все. Все можно, да? Здравствуйте, меня зовут Алена. Представьтесь, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Елена Чередниченко. Очень приятно, Елена. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, современной женщине нужен качественный отдых? Естественно. Качественный отдых — это вообще самое главное. Потому что если женщина хорошо работает, она просто обязана хорошо отдыхать, чтобы набраться сил и снова хорошо работать. Тогда, пожалуйста, расскажите, что же именно, какой отдых вы считаете наиболее качественным? Лично для меня наиболее качественный отдых — это отдых у моря. Потому что поскольку я по гороскопу Скорпион, это знак воды, то есть для меня вода — это то, откуда я получаю энергию, я получаю заряд, я получаю силы. И отдых у моря, мне кажется, многим людям нравится шум прибоя, солнышко, пляж, чайки. Это так приятно, это такой релакс. Я думаю, наверное, самый приятный, положительный и позитивный отдых на море. Я вас понимаю. Тогда, пожалуйста, напоследок порекомендуйте нашим телезрителям какое-нибудь местечко, которое вам очень нравится и, как вам кажется, очень понравится и остальным женщинам, которые упорно работают целый год, и им просто необходимо отдохнуть. Вы знаете, у меня такого места нет, потому что, что бы я хотела порекомендовать женщинам, это какое-то место. Знаете, вот есть очень хороший фильм, называется «Три плюс два». Там у нас две девушки и три парня поехали отдыхать на одно и то же место на море. То есть сейчас как бы у нас вот это вот пляжи, всё оборудовано, кафе, там всё это есть. А мне хотелось бы, чтобы этот отдых был такой, знаете, как дикарём, то есть нету никаких аттракционов, ничего, просто дикий пляж, машина, там костёр, гитара. Вот такой вот план на отдых, вот это уединение, так сказать, природы, и я думаю, что эмоций и заряд будет намного больше, чем когда мы отдыхаем в городе, на пляже, на городском, там, где много людей. А когда вокруг никого, только море, природа, я, гитара и мой любимый человек, что может быть лучше? Спасибо большое. Я думаю, большинство женщин поддерживают вашу идею насчёт отдыха дикарём. Спасибо вам. До свидания. А я в прошлый раз браловую? У меня? Да. А почему вы не смотрели? Ну, я уже сделал, могу, знаешь. Вот так вот, значит. Да. Здравствуйте, молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Пётр. Пётр, какое интересное у вас имя. Помнится, мне на прошлом занятии вас звали Александр, но ничего, вы, скорее всего, обрели себе псевдоним, и это хорошо. Почему именно Пётр? В честь Петра Первого. Он, как бы, мой кумир. А что именно сделал Пётр Первый, чем он вам запал в душу? Ну, как сказать, он был одним из великих полководцев. Также мне он запал в душу как один из самых высоких руководителей. У неё был рост более двух с половиной метров, насколько мне известно. Также мне понравилось его, как сказать, правление. Ну, метод правления. Что за метод правления? Что именно вам там понравилось? Насколько я знаю, он хорошо развивал судностроительство. У него морские воды все были под его руководством. Именно этим он добился такого признания народа. А что именно вам нравится? Изначально мне понравилось в его правлении то, что как только он добился власти, он, как сказать, ну, изначально, вернее, как, он, когда обучался, у него появилось много друзей и знакомых. Ну, как сказать, да, очень-очень-очень много друзей, которые были преданы ему. И благодаря этому, когда он добился, ну, пробился к власти, он своих друзей держал подле себя и, понятное дело, их расставил на руководящие должности. И это дало ему возможность очень долго находиться на престоле и навести во всём государстве в своём порядок. Потому что у него, как бы, друзья были под боком и всё время ему помогали, поддерживали. То есть это, как бы, такая своеобразно правильная политика, с моей точки зрения. А есть ли у вас в планах захват государства и расстановка своих друзей на важные места? Ну, как бы, так сказать, я не Наполеон, не Гитлер. Наверное, нет. Ну, хотелось бы иметь такое количество друзей, преданных, как у него, это да. Спасибо большое, было очень интересно и познавательно. Пожалуйста. Наоборот. Да. Ты микрофон выключила, да? Включила, и выключила, и включила. Это у меня просто профессиональная привычка. Есть ещё микрофон, и тебе что-то сфиксирует. Но там, конечно, не сразу выключаешь. Там ходишь, забыла, включила. Хорошо, что оператор всё время говорит. Ой, с этой стороны как-то не очень удобно привлём. Ну, ладно. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Чередниченко. Елена, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, увлекаетесь? Я увлекаюсь вышивкой бисером. Я вышиваю рубашку-вышиванку. Купила заготовку специальную. Там на ткани сделан рисунок, разделён по секторам, по клеточкам разного цвета. И в дополнение идёт бисер. Я сижу и вышиваю этим бисером вечерами, долгими зимними вечерами, когда холодно и делать нечего. Спасибо. Позвольте уточнить, вы именно вышиваете или плетёте бисером? Именно вышиваю, потому что бисер пришивается к ткани. То есть разметка идёт по квадратикам и ниточкой каждый бисерочек берётся и пришивается. Вам нравится это увлечение? Очень нравится, но есть свои, так сказать, побочные эффекты. Поскольку если просидеть 5 часов вот в таком вот состоянии, то, понятное дело, что спина будет моя себя чувствовать не очень хорошо. Поэтому есть, так сказать, палка в двух концах. И хорошо, приятно, но не сильно полезно. Ну, я надеюсь, когда вы закончите свою работу, вы сможете с удовольствием одеть эту рубашку или это одеяние. И оно вашу спину согреет и доставит вам массу удовольствия. Разве не так? Вы знаете, я очень на это надеюсь, потому что я приобрела эту заготовку ещё в апреле месяце этого года. Собиралась её вышить до дня Конституции, который в конце июня. Но поскольку немножко задержалась, у меня появились дополнительные увлечения, которые хорошо повлияли положительно на мою жизнь, то я решила, что всё-таки вышиванку я сделаю до дня независимости Украины. И появлюсь красивой в новой вышиванке, выштой собственными руками. Ну, так сложились мои обстоятельства в жизни, что до 24 августа я всё-таки не успела её вышить. Поэтому я надеюсь, что всё-таки, когда у меня впереди долгая зима холодная, времени будет у меня побольше, буду сидеть, вышивать. И к следующему году, к дню Конституции, я его всё-таки сделаю это дело и предстану перед вами в новой вышиванке. Спасибо большое. Было приятно узнать о ваших увлечениях. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.